22 марта в ходе пленарного заседания весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики на рассмотрение был вынесен законопроект о внесении изменений в статьи 5 и 33 закона ДНР о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий, который был разработан парламентским комитетом по бюджету, финансам и экономической политике. Председатель комитета Марина Жейнова изложила суть предлагаемых изменений. По словам парламентария, законопроект направлен на уточнение порядка государственного регулирования производства пива и пивных напитков в республике. С чем это связано? Во-первых, если мы будем говорить об изменениях в статье 33, вносятся изменения касательно того, что акцизная марка украинского образца на алкогольные продукции действует не позднее 1 марта 2017 года. Так было ранее. Мы столкнулись с той ситуацией, что в рознице остались спиртные напитки, алкогольные напитки, которые просто сама розница, она не может вот эту вот акцизную марку приобрести. По закону акцизную марку приобретает либо производитель, либо импортер. Соответственно, обычным, скажем так, магазинам шаговой доступности иногда сложно вернуть эту продукцию либо производителю, либо импортеру. Поэтому сложилась такая ситуация за нарушение санкции конфискации продукции. Поэтому, чтобы этого не произошло, вносим такие изменения, что пока срок годности продукции, когда будет закончен срок годности продукции, тогда уже, соответственно, она либо изымается из производства, либо она будет продана в соответствии с законодательством. Это один из фронтов. Также мы предлагаем внести изменения и дополнить статью 5 нормой о том, что производство пива и пивных напитков может осуществляться субъектами хозяйствования, независимо от форм собственности, при получении ими, соответственно, лицензии на осуществление вот этой вот хозяйственной деятельности. С учетом обоснованности предложенных изменений, согласованности с профильными ведомствами, а также положительного заключения профильного комитета, депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях. Далее закон будет направлен на подписи главе республики Александру Захарченко.